Продолжение следует... Испортбетском. Уникальное место для настоящего геймера. Только здесь возможны ставки на киберспортивные события. Ты знаешь толк в самых популярных играх и готов рисковать? Смотри регулярные трансляции и зарабатывай реальные деньги. Испортбетском. Живой азарт и холодный расчет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще раз всем привет, друзья. С вами по-прежнему студия КСЛ-ТВ. И мы продолжаем наблюдать за матчами сегодняшнего игрового дня. На сей раз Титаны против Моу Спортс. Вот он еще один шанс для рожденных побеждать. Если Моу Спортс забирает очки у Титанов, ну, желательно забрать не два очка, а забрать три. Даже ничья не так устроит навик, как поражение команды Титан. Так, у нас здесь что-то произошло, если не ошибаюсь. Так, кто же выиграл у нас сайдпик? Сайдпик, сайдпик, сайдпик. Так, 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 так. Боус рэди. Где же Худшин Калстейк? Короче, не важно. Суть дела в чем, что карта даст два. Моу Спортс, ну, нельзя сказать, что это лучшая их карта, но они играют до второй и готовы сразиться на этой карте с французами. Что касается команды Титан, то здесь комментарии, наверное, излишни. Буквально, ну, нельзя сказать, что пару дней назад, наверное, дней пять-шесть назад, Титаны обыграли непоп на этой карте, разгромили практически без шансов, счет 16-2. И вот я не знаю, откуда у мышек столько храбрости, чтобы сопротивляться с Титанами именно на втором дасте. Наверное, в первую очередь рассчитывают на какие-то заготовочки, может быть, что-то интересное приготовили нам парни из Моу Спортс, но будет интересно в любом случае за всем этим наблюдать. Так, какие-то проблемы, скорее всего, возникли у команды Моу Спортс. Крис Джей Тапсон, Нук и Легия на сервере. А вот кого же не хватает? Не хватает новичка, который очень-очень хорошо вписался в эту команду, а именно Спиди. Спиди, Гонзалес, наконец-то на сервере. И мы, 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 мы готовы, готовы. Так, вот они, боевые рестарты, и давайте начинать смотреть за всем происходящим в первой половине на карте ДАС-2 противостояния Моу Спортс, ОВС, Титан. Что же будет у нас происходить здесь? Ну вот, сторона Диффанса остается за Титанами. Непонятно, скорее всего, Титаны выиграли на фраунд и выбрали сторону Диффанса. Потому что по последней тенденции на ДАС-2 почему-то команды выбирают сторону Диффанса. Так, проход по длине, Тапсон, Тим Килл, забирает Легию. Дальше Нуки вступает в игру, забирает НДК на распауне. Крис Джей минус Экзистенс и проблемки у команды Титан в этом раунде. Хотя нет, Скрим спокойно расправляется с Крис Джейм уже 3 в 3. И по-прежнему есть проблемы по холстбарам у команды Моу Спортс. Так, ну вот опять-таки же, размен за разменом. 2 в 2 ситуация, Спиди на плунте. Ну вот Спиди надо делать фраг или все очень плохо будет для команды Моу Спортс. Не справляется Спиди с Шоксом. Ну и, как видим, Скрим спокойно расправляется с Тапсоном. 1-0 повели французы, начав за Диффанс в первой половине. Ну, опять-таки же скажу, что здесь действительно по последним тенденциям именно сторона Диффанса выглядит предпочтительнее атаки. Не знаю, что поменялось. Вроде бы все тот же ДАС-2. Все те же стороны. Походу просто команды научились правильно и грамотно играть за Диффанс на этой карте, и она стала как-то вот действительно пикаться командами после выигранных ножей. Так, что у нас происходит? Мышки не стали рисковать, не стали закупаться тяжелыми арморами, за что были моментально наказаны Экзистенсом. Два минуса в исполнении человека-прически, и в итоге... В итоге Нуки один против четверых забрал Нуки Экзистенсом, ну и теперь с его девайсом постарается подпортить Титанам экономику. Что из этого выйдет? Давайте смотреть. Ну, как видим, здесь все спокойно. Скрим оформляет дубль в этом раунде. Счет становится 2-0. По-прежнему впереди Титаны. По-прежнему впереди Титаны. Так, ну вот поставленная бомба в пистолетном раунде. И посмотрите, что предпринимают французы. Смит забирает спиди на терровском респауне с быстрым СВП. Дальше идет гиперагрессия от французской команды. И парни просто врываются в терровский мидл и навязывают здесь свои условия команде Моу Спортс. Что из этого выйдет? Ага, а мышки в свою очередь. Пробежали по длине. Легия 2 минуса на пуинте. Как так? Французы провтыкали, а базу без размена вода в столь важную стратегическую позицию. Но вроде бы дальше все спокойно. Скрим забирает Апсона. Красным оставляет Легию. Легия! Какой хедшот? Это третий минус в исполнении Легии в этом раунде. Крис Джей вместе с Легией 2-2 против Скрима и Шокса. Бомбу Крис Джей только сейчас будет проносить по длине. И как же бомба пройдет на базу? Ну, вроде бы без проблем. Шокс в верхней Т-шке. Скрим отправляется на зигзаг. И да, тем временем бомба спокойно будет установлена Крис Джейм на А-базе. Скрим. Попытка найти кого-то из оппонентов в дыму. Как видим, ничего интересного. Ни по кому не попадает. Ну, дожидается Шокса. Все здесь правильно. Ну, и Крис Джейм. Ну, вот как будет сопротивляться Крис Джейм надежда именно на него? Если погибает Крис Джейм в яме Легия с 5% здоровья, вряд ли что-то сможет придумать. Итак, Крис Джейм. Звездный час. Крис Джейм. Есть первый минус. Нет, это минус от Легии. С длины попадает по Шоксу. Крис Джейм. Очень грамотно монтует Легия в этот момент. Оформляет Эйс. 5 минусов от Легии в этом раунде. И счет становится 2-1. Казалось бы, начало за Титанами. Просто безупречно. Смит забирает Спиди в распауне. После этого Титаны захватили миду. И как раз таки в этот момент я упустил момент занятия Аплента командой Моу Спортс. Ну, и в частности, это, конечно же, был Легия. Просто шикарно отыграл Легия в этом моменте. 5 минусов. И Титанов заставил попотеть. Но Титаны сдаваться не собираются. Форсбай в их исполнении. Два пистолета в арсенале девайсов. Смитса и Экзистенс остались без автоматических девайсов. Как же этот раунд будет брать Титаны? Даже не знаю. Ну, вот у Смитса позиция такая. Экзистенс. Ага. Именно два пистолета отправили на Аплент. А вот Бэймиду взяли с девайсами. Но здесь есть еще коварный НБК. Позиция НБК вот такая. Но решили все-таки сделать контр-выпад на зигзаг. И здесь тоже будет очень интересно. НБК на зигзаге. Готов обновить дым. Мышки как раз таки дожидались. Ой-ой-ой. Флэшка. Ой-ой-ой-ой-ой. Все плохо может закончиться. Но нет. НБК с посадки реализует. Задумку своей команды забирает луки. Там Крим уже приходит с нижней тэшки. Расправляется с Легией Крижей на длине с АВП. Все-таки подловил экзистента с пистолетом. Ну и мышки занимают Абазу в очередной раз. И теперь выбивание в численном преимуществе от команды Титан. Но уже не в численном преимуществе или все-таки в численном. Крим минус Крижей. Падает АВП. Команда Моу Спорт. Спиди на этот раз берет на себя роль парня, который вытащит этот раунд для команды Моу Спорт. Но нет. Тапсон один против двоих. Перекрестный огонь. Тапсон расправляется со скримом один на один. ВС Шок. И кто кого? Тапсон или Шокс. Как же так? Оба мажут энное количество раз. И Тапсон только с глаком в руках. Забирает жизнь Шокса. И берет второй раунд для команды Моу Спорт. 2-2. 2-2. Вот это хорошее начало для команды Моу Спорт в первую очередь. На волоске раунды висели у мышек. Но Клачи сегодня за Моузами. Два раунда к ряду. Ситуация 1 в 1, 2 в 2. И мышки выиграли эти Клачи. Так. На тут. Поджим по длине. Но тем временем Легия спокойно разбирается. Где этот Легия? Легия, что ты творишь? Вроде бы законтроливал врыв на... С Б-пункта. Вверху не стоит. Ну и дальше, как видим, расцепляется один за другим Титаны. В живых остается только Смит. Смит. Врыв дым. Смит. Побежал кого-то из Моузов. Но дальше Смит все контролировал. 3-2. И уже Моу Спорт впереди. И уже команда Моу Спорт впереди. Но у Титанов сразу же будет бай. Бай, который позволит сравнять им счет в этом матче. У Смитса появляется снайперская винтовка. Под сухую закупается Смитс. Было 4750 долларов. И Смитс потратил все на АВП. Ой-ой-ой. И как же уверенно реализовывается снайперская винтовка. Ну дальше. Выход на Б-плэнт. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Скрим. Сделал всего лишь один минус. Ну и здесь в игру опять-таки же выступает Смит с АВП. Три минуса от снайпера команды Титанов. И счет опять-таки же равный. 3-3. Не отпускает Моузов. В отрыв Титаны понимает, что потеря очков в этом матче может им стоить квоты на вам финалы девятого сезона Старсерии. Поэтому надо собраться на максимум и показать, что мы настроены въехать на финалы. Крижей с АВП получает гранату. И Смитс все по-прежнему безупречно. Но вот все-таки граната ввела какие-то сумбурные. Добавила сумбура в действия Крижей. И он, по-моему, был оглушен, ослеплен. Все, что только угодно. Но не смог он достойно реализовать свою снайперскую винтовку. Тем временем Спиди на длине забирает экзистенса. Легия минус Шокс. И уже в преимуществе находится команда Маус Спортс. Легия этот матч отыгрывает просто на пятерочку. Восемь фрагов за шесть сыгранных раундов. Один эйс. И это все на девайсах. И с учетом проигранного пистолетного. НБК на длине минус Тапсон. Спиди отвечает тем же. Два в три. В меньшинстве команда Титан. Два игрока находятся в мидле. Что на карте вообще происходит? Легия должен слышать все эти топоты от Скрима. И посмотрите. Мышки будут стягиваться. Стягиваться в мидл. Будут проходить по зигзагу. Смитс. Ловит флешку. Скрим разменял тиммейта. Но остался при этом один в два. Есть красный Спиди. И есть Нуки. Нуки. Руки. В брюки. Как будет Нуки осистить своему тиммейту? Спиди в этом раунде уже сделал то, что хотел. А именно два фрага. Установил бомбу. И теперь настал черед Нуки. Братся плотно за Скрима. Ну, давайте, наверное, посмотрим за бельгийцем. Именно этот парень в плачах тоже играет очень уверенно. И как на эту краску, как видим, Легия, точнее Спиди, задергал Скрима. А Нуки просто оставался на своей позиции до последнего момента. До того момента, когда Скрим появился на прицеле. И с первого же выстрела лишил жизни француза. Очередной форсбай от Титанов. И, опять-таки же, попытка переломить ход этого поединка. И разрушить экономику команды Моу Спортс. Спиди в одиночку. Чек к длину. Здесь не встречает никакого сопротивления. Но вот только Экзистенс на чеке на планте постарается удивить. Спиди. О-о-о, Шиньки. О, Скрима чуть не залетела баскетбольная. Но Скрим мансует от гранаты. Проблемки у французов уже в этом раунде. Плотно просел Скрим. Не дали пройти за дальний ящик. И Легия делает опен фраг в этом раунде. Так, ну вот, настал черед Энбекея. Энбекей. Спокойно расправляется с Легией. Знает, что есть еще один игрок команды Моу Спортс. Попадает по голове Нуки и забирает Нуки. Опять-таки же, команда, которая делает опен фраг за считанные секунды, теряет преимущество. И как теперь будут действовать Моу Спортс? Криджей проходит по длине. Должен забирать на пункте Экзистенса. Да, он это делает, но тем временем падает Тапсон и падает Спиди. Криджей на последних секундах постарается поставить бомбу. Это задача минимум. Для Криджей задача максимум взять раунд один против троих. Но, как видим, патроны заканчиваются у Криджейя. Два красных игрока Титанов забирают Шокса. Монцуют, монцует Криджей. Это вот как в песне. Танцуем. Сегодня мы с тобой танцуем. И Криджей танцевал на пункте, но раунд все-таки не взял. НБК в итоге делает четыре минуса и берет четвертый раунд для Титанов в первой половине. Ну вот, так и добилась команда Титан того, чего хотела. Эко-раунд от Моу Спорт. Что позволит Титанам вырваться вперед и постараться уже в следующем оружейном закрепить преимущество и потихонечку уходить в отрыв. Итак, Спиди. Выход на длину здесь. Все контролируется у Титанов. Моу Спорт. Неужели под флешечку будут выходить? Смотрим, есть ли флешечка. Да, флешка у Тапсона. Тапсон под флешку. Выпускает Спиди. Пошел выход на длину. Фронтузы пока не сделали ни одного минуса. Но здесь в игру вступает Натан. Вместе со Смитцем. Натан, казалось бы, именно он сделал эти фраги. Но фраги забирали экзистенный Смитц. Но вот Натан добил всех остальных. Разобрался с Нуки и забрал Тапсона. 5-4 Титана впереди. Потеряли эти Титаны два девайса на экономических своего оппонента. Что, конечно же, отразится пагубно на экономике. Но главное, что парни сделали, это взяли раунд. Итак, у Смитца есть снайперская винтовка. Также есть АВП у Крис Джея. Мау Спорт с довольно-таки хорошим респауном. Занимает длину. Спиди все контролирует. Тем временем НБК подловил Крис Джея. И АВП команды Мау Спорт уже упала. Так, смотрим на карту. Нуки в мидле. Троица игроков Мау Спорт на длине. По-прежнему монтуют и пытаются навязать здесь свою игру Титанам. Но, как видим, пока этого не удается. Сделать НБК второй минус в этом раунде. Забирает Нуки в мидле. И АВП на морозе просто через все дыбы пробегает на плент. Но здесь безупречно отыграют Смит. Два минуса в его исполнении. И последний минус от Скрима. Забрал уже из Табсона. 6-4. И еще один экономический от команды Мау Спорт. Вот она задумка Титанов. Взбили экономику. После этого у Мау Спорт один бай, один эко. Один бай, один эко. Так, конечно, будет продолжаться недолго. Потому что после четырех проигранных раундов уже насыпает столько денег, что хватает просто с головой. Итак, два ВП от Титанов. Смит контролирует нижнюю тэшку Шокса. Проход по мидву. Ну и Экзистенс. Экзистенс, браткишка, что у тебя тут? Полностью в молоке Экзистенс. Но это не мешает ему сделать два минуса НБК. Забирает Легию. И на этом его подвиги заканчиваются. Нуки, два минуса. Сто 250-й в живых. Только Крис Джейсову... Хотел сказать с АВП, но у Крис Джей всего лишь навсего КМ. Один против Сраев. Перестрелка со Скримом. Ну, однозначно можно сказать, что эту перестрелку пока Крис Джей выигрывает всего лишь. 33% здоровья остается у Скрима. А вот Крис Джей не потерял ни капельки здоровья в этой перестрелке. Итак, ну, вот косяк для команды Титан. Это два АВП. Смитс, ой-ой, заметил Крис Джей проходящим по зигзагу. Должен давать инфу своему тиммейту. Ну и здесь настает черед Шокса. Показать свои снайперские возможности. И Шокс реализует задумку с двумя снайперскими винтовками. 7-4 и очередной оружейный для команды Моу Спортс. На сей раз Крис Джей не будет использовать снайперскую винтовку. Причина банальна. Отсутствие денег. Так, ну вот это уже вообще интересно. У Крис Джей появляется плетка. Это третий снайперский девайс у команды Титан в этом раунде. И этот девайс работает на пятерочку. Ну, можно сказать, на пятерочку сработал бы. Сделал два опенфрага, но дальше что-то пошло не так. Итак, Скрим при выбивании апплента забирает нуки. Шокс идет уже с длины. И вот как раз таки Шокс должен забирать легию. Скрим уходит на более сливовую позицию. Шокс застает врасплох легию. Долго выцеливал, чтобы попасть на 100% в Шокс. Роняет бомбу Шокс. Второй выстрел промахивается. Третий промахивается. И Спиди, Спиди, перестрелял одного из снайперов команды Титана и остался за Скримом один на один. Скрим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Спиди ожидал Скрима с зигзага. Но Скрим уже на длине. Натопал Скрим. Но Скрим и безупречная стрельба, это как слова-синонимы. Ничего не помешало Скриму на морозе натопать. Спиди ждал Скрима, ждал. Потому что знал, где находится последний француз, точнее последний бельгиец. А вот о местонахождении Спиди в Крим вряд ли что-то знал. Просто бежал и рассчитывал только на свой АИМ. И АИМ его в очередной раз выручает. Так, что же у нас происходит на карте? В очередной раз Моуспорс будут проверять на прочность длину. На самом деле здесь кое-какие проблемы. У Титанов разменами постоянно заходят, экзистом забирают Тапсона. И НБК просто не проверяют. И это провал. Точно так же в 2007 году на ВЦГ мы не проверили Яму и за это были наказаны. Не смогли пробиться в финал. Но вот у Моуспорс, конечно же, вопрос не за выход в финал ВЦГ стоит, а просто о наборе очков в этом матче. Но точно так же не проверили до конца Яму и НБК этим воспользовался. По-прежнему две снайперские винтовки. В арсенале девайсов команды Титан на этот раунд. Шокс на Б-планте. Смит на. Титаны агрессивно перезанимают длину. А команда Моуспорт тем временем спокойно контролирует миду и всевозможные поджимы. Куда же все-таки пойдут мышки в этом раунде? Как видим, три игрока смещаются в верхнюю Т-шку. И это будет выход на Б. На Б оставили скрима. Скрима с АКМом. Шокса отпустили в миду. Ну, поменялись позициями. Но лучше, конечно же, здесь стояла бы АВП Шокса. Но скрим также хорош. Скрим. Ну вот как минимум, заметил уже троих или четырех оппонентов. Но это не мешает. Ему перестреливается. Скрим. Сколько промахов. Скрим. Когда же минусы? Ну вот наконец-то удается сделать. Хотя бы минус. Дальше на помощь приходит Шокс. И уже с АВП в руках постарается остановить выход команды Моуспорт на Б-план. Два промаха. Третий есть промах. Экзи из-за страховала тиммейта. Забрал нуки. Ну, что-то вот у Шокса в этом раунде не пошло. Не пошло. Это еще легко сказано. Много промазал. Но раунд этот с Титаном не помешает взять. Крижей. Один против троих. 20 секунд до конца. И Шокс наконец-то попадает. 10-4. И все-таки близимся к разгрому в первой половине. Если возьмут Титаны 11, это будет действительно погром команды Моуспорт. Но также знаю, что Моус довольно-таки неплохо. Отыгрывают в сторону дефенса на Дасте втором. Так что Титаном при хорошем стечении обстоятельств будет очень даже непросто. Хорошее стечение обстоятельств это взятый пистолетный раунд. Но вот все будет зависеть именно от него. Итак, выход на Б-плоинт от команды Моуспорт. Скрим на В-базе. Пока еще не сделал ни одного минуса, но по-прежнему жив. Шокс, ТВП. Два минуса. Продолжает терроризировать Моуспорт. Шокс. Третий минус на Б-плоинте. Смит также поддержал. Забрал пробегающего Нуки. Ну и Шокс в одиночку. Без помощи Скрима остановил выход команды Моуспорт на Б-плоинт. 11-4 счет первой половины и статистика. Статистика на наших с вами экранах. Шокс. 14 фрагов, 1 ассист, 6 смертей. Ну вот, как братья, просто богатыри идут. Титаны. 14-14, 12-13-13. Безупречно отыграли на равных все игроки команды Титан. А вот в Моуспорт были провалы. Легия однозначно. Это лучший игрок команды Моуспорт в первой половине. Эйс. Куча важных минусов. Этот парень действительно мне запомнился. Среди всей Блековой. Ну и также неплохо сыграл Спиди. Нуки, не знаю, где он насобирал столько фрагов. 11 фрагов, 1 ассист, 14 смертей. Но вот что-то не помню я его в решающих каких-то моментах. А вот Спиди был замечен действительно во многих. Крис Джей, опять-таки же, чередуется у этого парня провальная игра с действительно красочной игрой. Ну, как говорят, стабильность знак класса и мастерства. Но вот этой стабильности Крис Джей пока не показывает. Тапсон тоже вообще полностью провалил первую половину. 3 на 14 какое-то число пи. Ну и, собственно, вторая половина начинается. Титаны будут играть не быстрый раунд, не будут спешить французы, будут играть на верочку. Шокс в одиночку отправляется в нижнюю Т-шку. А вот у команды Моу Спортс интересный Тауэр в медле. Ну вот, если Титаны смотрели, причем, конечно, я сомневаюсь, игры команды Моу Спортс, то могли знать, что это уже не первый такой вот Тауэр в исполнении немецкой команды. Но не удается его реализовать, Нуки. Есть первый минус в этом раунде. Забирает Шокса прострелом через ворота. И Титаны тем временем спокойно начинают проходить по длине. Как с этим проходом будет справляться Легия? Ну, как видим, пока никак. Скрим спокойно забирает Легию. Спокойно занимается Абаза. Спокойно устанавливается бомба. Ну, а вот дальше все происходит очень даже неспокойно для команды Титаны. Смиди и Крис Джей забирают НБК и Скрима. Живых остается Смидс и Экзистенс. Ну, вот Капитан Прическа против четверых игроков команды Моу Спортс. И что придумает Экзистенс? Ну, здесь банально просто все закончится. Должен получить по голове Экзистенс. Но живет до последнего. При этом забирает еще и Тапсона. Ну, и второй минус у Пал Крис Джей. 11-5 Моу Спортс. Берут пистолетный раунд. Но бомба была поставлена, что обеспечит Бай. Во втором... Нет, в третьем раунде для команды Титаны. И стараются Титаны перевернуть все уже в третьем раунде. Напомню, это не последний матч на сегодня. Следующая заруба, за которой будем наблюдать, это встреча Моу Спортс против шведских НИПов. Для НИП это будет последний матч в рамках 9-го сезона Старсерии онлайн-части. Однозначно у них будет еще ван-финал, на который они уже 100% попали. 14 игр, 13 побед и одно поражение, если не ошибаюсь. Кому же они проиграли? НИП проиграли Титаном. Если я не ошибаюсь, то, скорее всего, я не ошибаюсь. Так, ну вот пока Найка никакого экшена у нас не происходит. Легия... Нет, это не Легия, это Крис Джей. Это тот самый Крис Джей, который готов принимать выход команды Титан на Аплент. Смотрим, как будет управлять Крис Джей. Получает по голове Легия, тем временем делает первый фраг. Крис Джей по-прежнему без фрага в этом раунде. Крис Джей, ну вот, действительно пока не ладится. Пока Крис Джей монсовал и криво стрелял, его тиммейты просто под шуту разобрали всех Титанов и не дали им второй раз поставить в ломбу. Ну вот, как и прогнозировалось, фулл байт. Команды Титан и парни просто в невероятной аркаде будут выходить на Аплент. НБК первый с Легией не справляется, оставляет Легию красным. Дальше Смитс разменял тиммейта, но Аплент каким-то чудом отдают науспорт, теряют при этом уже двоих игроков, падает спиди и только на выбивание будут рассчитывать немецкие мышки. Итак, Нуки меняет девайс. Надо здесь что-то придумать, что-то нестандартное. Ну вот как раз таки нестандартным занимается Тапсон. Тапсон по зигзагу постарается оформить выбивание. Ну и французы сидят пока безупречно. Красным остается скрим, ну а вот как выходить в лун игрокам с респауна, это, к сожалению, задача нерешаемая. В живых только Крис Жей. Крис постарается сделать еще минус, но Экзистенс этого сделать не дает. 12-6, сразу же, долго не затягивая, Титаны берут первый оружейный раунд. У команды Моу Спортс проблема в экономике, но на волевой бай можно насобирать. Но, как видим, Моу Спортс не такие волевые, более практичные парни. Все-таки, как-никак, немцы славятся своей практичностью и будут сливать. Будут играть раунд с футбаем, а именно АВП в лайнапе и вот дожидаются. Нуки, что творит? Выходит в дым. Нуки, забирает Смитса и уходит дальше в дым мансовать. Ну вот, очень грамотно мансует этот парень. Неужели не про чек? Ну вот, граната под ноги, это эпический конец. Казалось бы, такого красочного манса. Крис Жей, минус скрим, 3 в 3 ситуация, но опять-таки, АПЛЕН занимается командой Титан. Все игроки команды Моу Спортс находятся в респауне. И как отсюда выбивать, непонятно. Ну вот, падает АПС в живых только Крис Жей. Крис Жей сегодня не исполняет роль последнего героя. И Крис Жей... Вот, вот, это другой разговор. Крис Жей не пойдет выбивать, Крис Жей просто засейвит свой девайс. Итак, у нас есть где-то секунд 25 на то, чтобы бомба взорвалась. И Крис Жей все это время будет стараться засейвить свое АК. Так, народ, кто там есть в чате Твича? У кого есть подписка? Дайте ответ, что там в Воронеже? Кто стал победителем? Куражи сумели, наконец-то, за долгое время заполучить хоть какой-то титул? Или все-таки сенсация у нас полнейшая? И 97 Клаб оформили победу. Так, а мы тем временем будем наблюдать за попыткой Моу Спорс. Нет, не надо никакие снайперские винтовки команде Моу Спорс. Просто пять кольцов. Но на самом деле в предыдущем раунде можно было насобирать на такой вот жиденький бань, но были бы девайсы. Итак, Крис Жей и попытка забрать кого-то из Титанов. Он длиннее, ну вот, Экзистенс напирается просто на прицел к Спиде. Шокс, по-моему, не заметил. Ну вот, тем временем Мэмбикей вышел на плент. Забрал Легию, но дальше в игру вступает Спиди. Меняется череда, ей приходит звездный час для Шокса, который в спину забирает двоих игроков на длине. Тапсон и Нуки вдвоем против Смитса и Шокса. Что будет здесь? Тапсон пойдет с длины Нуки и будет выбивать с распауна Нуки. Зачекал Смитса, ну, тут на самом деле непонятно, кто кого зачекал. Ну Нуки в прыжке, какой хэтшот! Шокс один против двоих. Тапсон по-прежнему заходит в спину. Ну и... Ой-ой-ой, Шокс! Шокс! Это человек-вертуха. Человек, который остался один против двоих. И рука человека, которого не дернуло. 14-6. Невероятно сложной ситуацией оказался Шокс, но просто безупречная стрельба француза. И 14-й раунд отправляется в копилку команды Титан. Так, вражи выиграли. Спасибо, друзья, за предоставленную информацию, потому что, вот, действительно, я на этот матч поставил, поставил все-таки на Капитана. Верил, что Симпл и Блэйд вместе с Костей, призраком, ворд-эдитом и крутым... Или все-таки Зелана, кто там, я не помню. Ну, по-моему... Короче, неважно. Я верил в этих парней. Я верил в этих парней ровно на 20 баксов. Ровно на 20 баксов поверил в этих парней, и они меня не подвели. Тем временем, единственное... Ого! Ого! Единственный девайс у команды Моу Спортс в руках Крис Джея. И какой это девайс? Это то самое ВП, которым славится снайпер команды Моу Спортс. Так, ну вот, единственная печаль, то, что к нему-то не пойдут. Экзистенс выходит в мидл. Нуки, просто царь дыма. Нуки пропускает Экзистенсу, ну и за это Экзистенс наказывает практически всю команду Моу Спортс. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! За считанные секунды рассыпались титаны. В живых только Шокс, и эта ситуация один в два. Такой же Квач Раунд, только на другом пунте. Так, ну и кто же, Шокс или Легия вместе с Крижеем? Крижея и Фазумы это царство. Действительно, Крижея на ближних расстояниях попадает очень круто со снайперской винтовки, что позволило и в этот раз взять раунд для команды Моу Спортс. 14.7, и теперь, и теперь, ну вот хотел сказать, что проблемки с деньгами у Титанов, но посмотрел, сколько денег у Шокса Экзистенса, и здесь будут дропы. И только Скрим останется. Нет, не Скрим, только НБК. Остался пистолетом. У Смитса АВП. Это всегда интересно. У Крижея также есть снайперская винтовка. Зиуан, да, именно Зиуан, а не крутой. Да, спасибо, друзья, за то, что прояснили окончательно ситуацию с пятым игроком. Ну и этот раунд начинается у нас под диктовку команды Моу Спортс. Легия забирает Смитса. АВП французского игрока не было реализовано ни на гроши, и теперь надо что-то думать. Ну, по-прежнему, есть крутые парни, которые могут плотно взяться и даже в ситуации один против четверых взять такой раунд. Скрим, НБК, Экзистент Шокс. Бери любого, каждый может действительно сотворить чудо. Итак, Крижея с АВП, есть первый промах. Ну вот, как минимум, информацией выводили французские игроки и теперь знают, что Крижея находился в кармане. Но Крижея поменял позицию, и это помогает ему сделать первый промах. Забирает Шокса, что дальше? Дальше минус от Леги и фазум от Крижея. Ой-ой-ой, но Скрим продолжает бороться. Будет ли третий минус от Скрима? Скрим перестрелял Нуки и вот рассчитывал, чтобы по зигзагу уже немного с таймингом ошибся. Но если бы был немного попроворнее Тапсон, то это был бы четвертый минус для Скрима в предыдущем раунде. 14.8, ну, Спортс, по-моему, настроены на камбэк. Экораунд у французов, и теперь мышки. Серьезно настроены выйти за рамку 10 раундов в этом противостоянии. Ой-ой-ой, а как же так? Как же так? Как так команда Моу Спортс дает полностью аплэнд, при этом не сделав ней единого минуса. Но единственный плюс — это отсутствие девайса у команды Титан. По-прежнему парни остаются только с пистолетами. Бомба стоит, и теперь Моу Спортс могут рассчитывать только на выбивание в этом раунде. И неужели мышки будут сеймингом? Падает Нуки, Спиди красный, в живых только Тапсон, СВП на зигзаге, и это единственный минус команды Моу Спортс в этом раунде. Как так провалились Моу Спортс? Казалось бы, шикарный диффенс показали мышки в предыдущих раундах, но что произошло в этом? Я пока отвлекся в чат Твича, вот посмотрел ровным счетом в другую сторону, повернулся, и уже Титаны заняли аплэнд, сделали два минуса и поставили бомбу. 15-8, и теперь 7 матч-поинтов для французской команды, и не будет у нас суперчуда, так, которое было нужно рожденным побеждать. Две снайперские винтовки постарались прострелить пробегающего игрока команды Моу Спортс, это не получилось, но Смитц перестрелял Криджея в очной ставке. Ну и еще у Криджея была только Муха, Спиди подбирает этот горе-девайс и получает прострел с ВП, но также попадает по Смитцу. По-прежнему у французов преимущество в одного игрока, Спиди. Спиди Гонзалес, давай покажи на все, что способен Муха, и какой-то джамп-шот нам нужен. Как джамп-шот, только джамп-шот. Но нет, Экзистенс разбирается с Леги, Нуки минус-шокс, ой-ой-ой, прострелом Смитц лишает жизни Спиди. В итоге 2 в 4 Тапсон и Нуки, и это скорее всего ГГ, Тапсон будет бороться, забирает скрима. Нуки должен как-то подсобить своему тиммейту, но Титаны просто на морозе в составе из троих игроков, а именно Смитц, НБК и Экзистенс, будут проходить по длине. Прочитали ли эту ситуацию Моспортс? Да, прочитали, Нуки уже на зигзаге и готов всячески мешать французам в установке бомбы, но нет, Тапсон... Ой-ой-ой, есть второй минус от Тапсона в этом раунде, забирает Смитца, роняет бомбу. Смитц, Экзистенс и НБК 2 в 2, это уже интересно. Ну вот так просто бомбу не дадут забрать Экзистенс, простреливают Тапсон на Нуки, минус НБК и теперь Капитан. 1 на 1 против Нуки, 4 секунды до конца успели поставить бомбу, бомба, бомба... Не успевает поставить бомбу Экзистенс буквально с секунды. Не хватило игроку команды Титан, чтобы оформить бумпленд на базе А. Но, как видим, четко просчитал тайминг Нуки и ушел на сейв своего девайса. 15-9, первый матч-поинт отыгран, осталось еще 6. 6 матч-поинтов у команды Титан. И по-прежнему горе бай у команды Моуспорс. 2 пистолета, Легия с Диглом, Крис Жей, с 5-7, 2 Фомаса, Спиди и Тапсон и только Нуки с Кольтом. Да, действительно, у мышек проблемы, но это по-прежнему не позволяет взять раунд команде Титана и оформить победу в этом матче. Шокс отправляется на зигзаг. Как раз-таки здесь укрепление у команды Моуспорс. Шокс, как же так, Шокс? Никого не видит, пропускает двоих игроков. Шокс, ой-ой-ой-ой-ой-ой, как же все плохо будет для команды Моуспорс. Шокс, что происходит здесь? Шокс ждал до последнего момента и кто-то из немцев все-таки заметил. Француза. Опять-таки же, проблемы невероятные. Смит с АВП, забирает Легию, дальше Крис Жей не дает, реализовая снайперскую винтовку. НБК и Экзистенс вдвоем против четверых. Экзистенс также падает. Что происходит? Почему меня перебрасывает постоянно на какую-то третью камеру? What the fuck is going on? Второй матч-поинт отыгрывает команда Моуспорс. Остается еще пять матч-поинтов у Титанов и экономический раунд в исполнении французской команды. Хотя нет, не экономический. Бай, Смитс по-прежнему с АВП. Форс Бай, два Голива, один АКМ и пистолет у Скрима. Но Смитс с АВП. Вот как только у французов с деньгами все хорошо, раунд взять не могут. Как только начинаются проблемы, это изи-катка начинается. Итак, Спиди на длине. Что будет делать здесь Спиди? Спиди оставляет красным Экзистенса. Красным оставляет также НБК. Дальше Крис Жей с АВП, два минуса. Третий минус от Крис Жея. Ну вот, близок к четвертому в итоге Шокс. Один против троих. Шокс. Без бомбы на руках. Против Тапсона Нуки и Леги. Бомба на длине. И у французов действительно проблемы. Которые за секунду решают Тапсон, придя зигзагом в спину французскому игроку и поставив точку в этом раунде. Третий матчпоинт отыгрывает Моу Спортс. 15-11 и теперь 100% эко у Титанов. Крис Жей с АВП в медле попадает по Экзистенсу, но это не способствует смерти французского игрока. Итак, Тапсон. Именно он будет принимать выход на БПН, смотрит, что выиграет здесь. Тапсон, флешка в лицо, забирает только Смитса, остановил тем самым французов. Ну и здесь все спокойно. Все спокойно. И только Экзистенс постарается что-то придумать в этом раунде, но Крис Жей точно так же уверена, как и его тиммейты, расправляется с отливающими игроками команды Титан. 15-12, очередной матчпоинт отыгрывает команда Моу Спортс. Еще три в запасе у Титанов, и смогут ли парни их реализовать. У Смитса очень хороший респаун. Этот респаун позволит Смитсу отстрелить кого-то из занимающих мышек на длине, но Крис Жей все-таки показывает чудеса реакции и перестреливает французского снайпера. Ой-ой-ой, как же так, Крис Жей перенервничал. Шоук с тем временем забирает нуки, выравнивая ситуацию в этом раунде. И у Моу Спортс нарисовываются проблемки. Выход пойдет к Тапсу, но опять-таки же Тапс на бэпленте. С первой попытки не забирает, не забирает скрима, ну и вот он провал. Спиди и Легия вдвоем против четверых. Легия забирает экзистенс, а бомба ставится на бэпленте. И теперь Моузам надо оформлять выбивание. Как будут выбивать мышки? Всего лишь одна флешка в руках. Спиди, Спиди под флешку врывается, сбривает скрима. НБК отвечает минусом. И теперь вся надежда только на Легию. Один против двоих, и это ГГ. 16-12 Моуз Спортс проигрывает французским Титанам и не способствует выходу Na'Vi на лан-финалы девятого сезона. Это не конец, друзья. Мы отправляемся на рекламную паузу и после рекламы посмотрим на зарубу между все теми же мышками и командой NIP. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»